20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Центральная городская библиотека подготовила в виде презентации к этому дню. Всемирный день ребенка. Генеральная ассамблея предложила отмечать этот праздник в той форме и в тот день, который каждое государство признает для себя целесообразным. Всеобщее празднование Всемирного дня ребенка направлено на укрепление солидарности и сотрудничества между нациями. Различные фирмы и организации проводят в День ребенка благотворительные акции. В 1959 году была принята Декларация прав ребенка, а спустя 30 лет в 1989 году Конвенция о правах ребенка. Одной фразой Декларацию прав ребенка можно изложить так. То все лучшее, что есть на земле, принадлежит малышам и подросткам и не может быть у них отнята по чьей-то прихоти. В чем отличие Декларации и Конвенции? Конвенция – это юридически образующий документ, а Декларация таковым не является. Первая Декларация прав ребенка была принята в Женеве еще в 1924 году. Краткое содержание ее сводится к описанию пяти главных принципов, которые берегли детей от рабства, проституции и торговли. Этот правовой документ являлся большим достижением в правовой защите детей после Первой мировой войны, но требовалась и иная защита для несовершеннолетних. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций доработала существующий Женевский документ. Новый вариант – Декларация прав ребенка была принята 20 ноября 1959 года резолюцией номер 1386 на 841 пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. От Женевска она отличалась тем, что определила круг лиц, которые должны обеспечивать, учить, воспитывать несовершеннолетних и их ответственность за несоблюдение этих норм. Декларация состоит из 10 принципов. Они освещают обязанности взрослых перед детьми. Все, что записано в данной декларации, несет призыв к родителям, правительствам, общественным организациям, чтобы те соблюдали и признавали права детей, а также оказывали содействие в их реализации. Основой пунктов декларации лежит забота о праве на жизнь и свободное развитие личности с детства. Так, например, принцип первый. Ребенку должны принадлежать все указанные в настоящей декларации права. Эти права должны признаваться за всеми детьми без всяких исключений и без различия и дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, касающегося самого ребенка или его семьи. Второй принцип декларации говорит, ребенку с законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоинства. При издании с этой целью законов главным соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребенка. Принцип третий. Ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство. Это правило или этот принцип осуществляется оформлением документов, подтверждающих имя и гражданство человека с самого его рождения. Принцип четвертой декларации гласит, ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно принадлежать право на здоровый рост и развитие. С этой целью специальный уход и охрана должны быть обеспечены как ему, так и его матери, включая надлежащий дородовой и послеродовой уход. Ребенку должно принадлежать право на надлежащее питание, жилища, развлечения и медицинское обслуживание. Принцип пятый. Ребенку, который является неполноценным физическом, психическом или социальным отношением, должны обеспечиваться специальный режим образования и забота, необходимый ввиду его особого состояния. Это можно охарактеризовать заведениями здравоохранения или образования, которые курируют таких детей. Это медицинский патронат, либо условия образования и воспитания, подходящие к группе здоровья ребенка. Принцип шестой. Для полного и гармоничного развития его личности ребенок нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей, и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченности. Малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, был разлучаем со своей матерью. На обществе и на органах публичной власти должна лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к существованию. Желательно, чтобы многодетным семьям предоставлялись государственные или иные пособия на содержание детей. Принцип седьмой декларации говорит о праве на образование. Ребенок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, по крайней мере на начальных стадиях. Ему должно даваться образование, которое способствовало бы его общему культурному развитию, и благодаря которому он мог бы на основе равенства возможностей развивать свои способности и личные суждения, а также сознание моральной и социальной ответственности и стать полезным членом общества. Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть руководящим принципом для тех, на ком лежит ответственность за его образование и обучение. Эта ответственность лежит прежде всего на его родителях. Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, которые были бы направлены на цели, преследуемые образованием. Общество и органы публичной власти должны прилагать усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению указанного права. Принцип 8. Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь. Здесь можно вспомнить о том, что даже в транспорте прежде всего уступают место женщинам с детьми или просто маленьким детям. Принцип 9. Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. Он не должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме. Ребенок не должен приниматься на работу до достижения надлежащего возрастного минимума. Ему ни в коем случае не должны поручаться или разрешаться работа или занятия, которые были бы вредны для его здоровья или образования, или препятствовали его физическому, умственному или нравственному развитию. Заключительный, десятый принцип декларации гласит, «Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, религиозную или какую-либо иную форму дискриминации. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего братства, а также в полном сознании, что его энергия и способности должны посвящаться служению на пользу других людей». 20 ноября 1989 года, спустя 30 лет после принятия декларации прав ребенка, была одобрена Генеральная Ассамблея Организации Объединенных НАТО «Конвенция о правах ребенка» – правовой документ. Конвенция определяет волю несовершеннолетних на получение образования, на проведение отдыха и досуга, на пользование другими услугами государств, входящих в Организацию Объединенных Наций и подписавших этот документ. Данная конвенция – это первый и основной международно-правовой документ, определяющий права несовершеннолетних. Она действует и сегодня. В ее составе 54 статьи. Конвенцию о правах ребенка приняли и поддерживают 193 страны, входящих в Организацию Объединенных Наций, кроме США и Сомали. Конвенция в СССР вступила в силу 15 сентября 1990 года. Она была ратифицирована постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 года, номер 1559-1. Эта конвенция стала наследницей СССР при его распаде. Все участники договора с участием конвенции обязаны полностью пересматривать свое законодательство с целью обеспечения выполнения всех пунктов. Права ребенка должны быть защищены. Дети рассматриваются документом как личности, маленькие взрослые, чья жизнь и здоровье находятся в руках родителей и государства. Всеобщая декларация прав ребенка, так же как конвенция о правах ребенка, при всей их полезности, имеет существенный недостаток. Дети часто просто не знают об их существовании и поэтому не могут заявить о том, что их интересы нарушены. Ни декларация, ни конвенция подробно в школах не разбираются. И затрагиваются лишь в старших классах, когда подростки становятся совершеннолетними. Подводя итоги, можно сказать, что 10 принципов декларации прав ребенка дали надежную основу для более детальных документов, таких как конвенция, гражданский и семейный кодексы. Нарушители детских прав преследуются законодательством страны, в которой совершено преступление против личности. В России это часто уголовная ответственность. Важно научить детей не бояться обращаться за помощью, когда их права нарушаются. На слайде вы видите таблицу, в которой указаны телефоны горячих линий в городе Архангельске. Важно научить детей основам безопасной жизнедеятельности с детства. Сейчас эту задачу решают средние образовательные учебные заведения. Но прежде всего, это задачи семьи. В Центральной городской библиотеке Ломоносова читателям предоставлена возможность получить ответы по правовым вопросам в поисковых правовых системах «Консультант Плюс» и «Гарант». «Консультант Плюс»